В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Ельжана Бертанова установлены штрафы за нарушение карантинных требований. К примеру, субъектам малого бизнеса в размере 100 месячных расчетных показателей, то есть 277 800 тенге. Для малого предпринимательства 200 месячных расчетных показателей – это 555 600 тенге. А штраф на объект крупного предпринимательства составляет 500 месячных расчетных показателей. Он составляет 1 400 000 тенге. В сложных ситуациях дело может дойти и до возбуждения уголовного дела. Одним словом, нужно предпринимать все меры безопасности, чтобы предотвратить распространение вируса. На сегодня эпицитуация у нас резко изменилась. За прошедшую неделю у нас было зарегистрировано 34 случая, из них 17 с симптомами, 17 без симптомов. За прошедшие два дня зарегистрировано у нас 7 случаев, и при этом настораживает тот факт, что выявляются больные с пневмониями. По городу Кокшитау со вчерашнего дня зарегистрировано у нас 5 случаев. При этом больные поступают в тяжелом состоянии, температура 39 градусов. Один из пациентов находится в реанимационном отделении. Молодой мужчина 80-го года, который обратился в лечебное учреждение, и у него в течение 3 дней резко отмечается ухудшение состояния. Руководство региональной палаты предпринимателей Атами Кент также призывает в бизнес-среде строго соблюдать санитарные нормы. Кроме этого, органы контроля качества, то есть органы МСС, может быть также дополнительно применены в виде изыскания, как при остановлении деятельности, до устранения нарушений. До настоящего времени меры соответствующие не принимались, потому что мы в составе мониторинговой группы выезжали на объекты, где также дополнительно до этого момента проводилась разъяснительная работа. Каждому субъекту бизнеса практически была обращена памятка, где мы указывали необходимость соблюдения именно санитарных норм. Теперь, начиная с завтрашнего дня, у нас по территории Коммунистской области возможно уже проведение проверок с принятием меры административного характера. В ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач области Айнагуль Мусина ответила на ряд вопросов, касающихся ограничительных мер.